Приветствую зрителей канала Russian Let's Play. Сегодня я расскажу вам о большом обновлении в игре Injustice 2. В прошлом видео я вам рассказал, что в игре появится легендарное снаряжение, которое, ну... Которое как бы есть в игре, но как его открыть никто не знает и никто его в глаза еще не видел это легендарное снаряжение. Так вот, сегодня был стрим разработчиков, вчера точнее был стрим разработчиков, которым они все рассказали и показали. И как раз таки во время стрима разработчиков появился новый раздел, новый режим. Значит так, одиночную игру заходим, один игрок. И обратите внимание, под мультивселенной появилась легендарная мультивселенная. Это новая задротская тема, которую сейчас все будут обсуждать, конечно же, потому что это просто что-то с чем-то. Итак, давайте заходим, смотрим, что это такое. Легендарная мультивселенная, ребят, видите? Тут появились мультивселенные разных персонажей. То есть мы видим Бэтмен, Чудо-женщина, Тронсидус, Болотная тварь, Гепард, Синежук, Бэй. Пока только вот эти персонажи, семь персонажей. И что же это такое? Понятное дело, что многие из вас догадались, что это мультивселенная, в которой можно выбить легендарный шмот для персонажей. Сейчас мы разберемся, как он вообще выбивается и что такое легендарный шмот. Давайте зайдем в первую мультивселенную Бэтмена, например. То есть смотрите, тут несколько башенок. Чтобы башенка открылась, нужно куча разных условий выполнить. Обратите внимание, вот давайте прочитаем справа. Потратить миллион монет. 100 переходов по аренам, используемых героем Бэтмен. 200 злодеев Архома повержены в роли героя Бэтмен. Завершите события боевого симулятора для мастеров героям Бэтмен на сложности. 100 добивающих суперприемов в роли героя Бэтмен. То есть это только за первую башню, это мультивселенная надо сделать. Дальше смотрите. 75 событий боссов завершить. 3 ляма урона нанести. 100 открыть золотых материнских ящиков гильдии. То есть это уже обязательно нужно в гильдии состоять, чтобы открывать эти вещи. 80 боев искусственным интеллектом Бэтмену выиграть в команде. То есть это режим мультиплеер называется. Я вам как-то по нему видео отдельно снимал. Где деретесь не вы, а деретесь ваши боты. Дерутся. И это конкретно за Бэтмена. То есть надо все делать. Необходимо завершить подлинные испытания. Но это уже башня, одна из этих башен. Вот подлинные испытания. Это понятно. Дальше босс. Побить босса. Причем босса, я так понял, тоже Бэтмен. Принести в жертву 250 эпичных снаряжений для Бэтмена. Только для Бэтмена, представляете, 250 эпичных снаряжений. Вообще в игре как бы у прокачанного персонажа есть место только для 100 снаряжений. А тут 250 надо в жертву принести. То есть это потихоньку как-то делать. Нужно какие-то снаряжения приносить в жертву. Я не представляю, как это пока будет работать. То есть сколько лет надо потратить, чтобы 250 снаряжений эпичных, которые жалко тратить. Их продавать-то порой жалко. Не то, что просто жертву приносить. Значит так. 300 событий мультивселенной завершить героем Бэтмен. Ну это понятно. В мультивселенной башенки проходить. Вот. В разных мультивселенных. 100 последних ударов парирования плащом или контратака плащом. Ну то есть завершить бой именно парированием плащом. Понимаете? Побить противника. Тоже не так-то просто на самом деле. Тысяча побед в боях в роли героя Бэтмен. Ну просто тысяча побед, да, сделать и все. Необходимо завершить еще одно испытание. Ну это понятно, это башня. Так, дальше. Потратить 50 тысяч монет гильдии. Блин. У меня сейчас 515 тысяч монет гильдии. В принципе мне хватит, да? Дальше. Необходимо завершить битву веком. Ну то есть тут все в порядке идет. То есть не пройдя первую башню, вы не пройдете вторую. И так далее. То есть в первую очередь нам нужно вот это вот все фармить. Ну и в общем в целом, да, то есть за каждую башню мы получаем алмазный материнский ящик. Там вот тут за босса 4 ящика мы получаем, да? Но в целом вот при выполнении заданий, да, вот что нам дают. Нам дают боевой пояс самого разыскиваемого преступника. А почему преступника я не знаю. Но смысл в том, что вот этот пояс это и есть легендарное снаряжение. То есть легендарное снаряжение, насколько я понял из стрима разработчиков, это не то, что вы там опять легендарный шлем, легендарный туловище, легендарные ноги. Нет. У каждого персонажа это будет именно аксессуар. Вот как у Бэтмена пояс. И эта штука, этот аксессуар, он немного изменяет геймплей за персонажа. То есть по сути это легендарный пояс, это как дополнительная обилка для персонажа. То есть он какие-то приемы может, немножко геймплей может его изменить. То есть какие-то приемы будут работать по-другому. Там, например, показывали на примере синего жука, например, с помощью легендарного снаряжения ему не нужно переключаться на лезвие и на прожектайлы, да. А он, у него изначально включены лезвия, а прожектайлы он выпускает с помощью кнопки кружок. То есть типа это обилка его. То есть вот такие вещи. Так что, и вот можете так же просто посмотреть. Ну, понятное дело, что испытания у всех похожие. Вот, то есть тут видите щита Чудо-женщины. Так, от Роцитуса, тут код от Роцитуса. Видите, ярость кошки-фонаря. То есть легендарное снаряжение, это не какой-то костюм, меняющий внешний вид. Это именно фишка, меняющая какие-то способности персонажа. Вот хвост гепарды. Тут у нас жук. Ну, Бэйн, Веном там, да. Яд, Кавидат, Обскура называется. Вот. Ну и что еще хотел сказать. Значит, вот эти вот мультивселенные, которые мы сейчас видим на экране, они не пропадают. То есть нет счетчика времени. Это как какие-то трофеи в PSA не выбить, да, то есть трофеи на PlayStation. То есть они будут висеть, пока ты их не пройдешь. То есть получается так, например, проходишь мультивселенную Бэтмена, она пропадает, и вместо нее появится мультивселенная за какого-нибудь другого персонажа. Но пока ты не пройдешь, они вот так и будут здесь висеть. Соответственно, игра вас он нуждает, вот играть за Бэтмена, играть за Чудо-женщину. Возможно, кто-то играет за каких-то других персонажей, там, может, за Саб-Зиро, например, да, постоянно играет. Но он не сможет открыть вот такую мультивселенную за Саб-Зиро легендарную, пока он, как бы, не пройдет вот что-то из этого, да. И неизвестно, появится ли здесь Саб-Зиро, и когда он здесь вообще появится. То есть, скорее всего, DLC персонажа в самом конце, наверное, появится вот в этих мультивселенных. То есть это такое жесткое задротство, ребята, здесь в игре. Но, с одной стороны, это здорово. Игроки уже начали бомбить, что, скорее всего, будет какой-то там, типа, упор на донат, но я пока здесь никакого доната не вижу. Нет, не вижу никаких способов, там, за денежку это все сделать. То есть все вроде внутри игры делается. Так что это, скорее как, больше похоже на внутриигровые ачивки, нежели как что-то специально сделанное для доната. Но поживем-увидим. В любом случае, это здорово. Кстати, уровень сложности везде максимальный. Понимаете? То есть это у... Противники везде 20 уровня. Блин. Ну, то есть... Хотя вот сложность искусственного интеллекта, если посмотреть, то вот оно нифига не высокое. То есть вот трешечка, трешечка, 4 балла босс. И тут тоже трешечка. То есть, по сути, сами башни не должны быть сложными. Сложно просто их открыть и пройти. Вот в чем дело. Так что, я думаю, это может очень много времени на это уйти. На то, чтобы это открывать. Открывается это и в онлайне, и в синглплеере. То есть в обычных мультивселенных. Просто берешь этого персонажа и начинаешь за него усиленно играть и все это делать. Вот такие дела, ребят. Вот такие дела. Ну что ж, это все. Я думаю, что я хотел вам рассказать насчет именно мультивселенных. Показали еще геймплей Черной Манты, но, в принципе, ничего особо нового, кроме пары новых костюмов, там не показали. То есть, все, что видели в трейлере по приемам, все то же самое и было, в принципе, показано на стриме Черной Манты. Так что, особо заострять внимание на этом не стоит. К тому же, персонаж выходит уже на следующей неделе. Точные даты не объявили, но, я думаю, вторник, среда, может быть. Хорошо бы пораньше, конечно. Ну, в общем, в скором времени, ребят, выйдет Черная Манты. Конечно же, у нас будет на канале прохождение за этого персонажа. Кто ждет прохождение за Черной Манты, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если хотите больше новых, свежих видосов по Injustice 2. Ну что ж, а на этом у меня все. Все, с вами была Нидзука. До новых встреч!